Вот, Света, тут у нас вопрос интересный был, спрашивает женщина, вот говорит, расскажите, со Светой, причем с тобой вместе именно, расскажите про воспитание в еврейской семье, знаешь как, и потому что вот как так детей воспитывают, что они потом там, ну, как бы относительно успешные, да, то есть мы знаем статистику там и так далее, что вот как это так получается, причем вопрос сложный в чем, разные семьи, ты понимаешь, есть семьи там, где зубные техники там люди, понимаешь, есть семьи, где там рабочие на заводе, есть семьи, где учителя, инженеры, ученые там и так далее, может быть, об этих речь идет, да, в основном, я не знаю там, но вот что мы можем рассказать, и это нерелигиозные люди, понимаешь, то есть если бы мы выросли в религиозных семьях, то можно было бы как-то еще сказать вот это еврейское воспитание, мы как бы больше в такой... Мы продукты советской системы, да, поэтому... Ну, понимаешь, как, с одной стороны мы воспитывались в условиях, когда мы понимали, что у нас именно в силу вот евреиства своего, у нас ограниченные возможности, потому что нам родители это говорили с детства, а когда мы стали постарше, мы сами в этом убедились. Ты знаешь, что? И даже если, подожди, со мной не согласятся наши зрители и скажут, что ничего такого не было, то я вам скажу, например, такую вещь, что из нашего класса, где у нас было процентов 60 евреев, те, которые все евреи просто из Киева уехали, потому что поступить в Киев в высшую учебное заведение было сложно. И они уехали все в Россию и на границу Россию-Украину, там Брянск. Светик, ну вот скажи, вот я, например, тоже все это слышал и слушал и так далее, но когда это по мне стукнуло реально в 17 лет, когда я школу закончил, я это как бы, так сказать, кожей ощутил. До этого я не могу сказать, что это как-то сказывалось на воспитании или даже восприятии жизни. Ну, на Украине это было более сильно ощущалось, чем в России, и я это просто по себе знаю, да, не понаслышке. Поэтому, как бы с детства было понятно, что... Вывод какой? Ну, у меня родители всегда говорят, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, ты должна быть на 10 голов лучше, выше, умнее и так далее. Это вот как, допустим, китайцы сегодня своим детям в Америке говорят. Да. Вот у тебя, по тебе видно, что ты не белый, да? Да. Тебе, чтобы пробиться, надо быть выше. Окей, хорошо. Это с одной стороны. С другой стороны, есть традиции какие-то, да, дедушек, бабушек. Нет, ну есть ценность образования, правда? Ценность, да, ценность образования, когда... Вы обратите внимание, что в то время, когда, например, население России было поголовно неграмотно, но в Евреи все были грамотные. Ну, положено, да, книгу читать, да. Да, книгу читать, да. То есть они были все-таки... И вот эти ценности, они как бы переходили с поколения к поколению. То есть это народ, которым по пару тысяч лет последних неграмотных не было? Да. Ну, я вам хочу сказать другую вещь. Вот я смотрю на нашу эмиграцию, да, на тех, кто приехал вместе с нами, и на их детей, которые выросли здесь. Ну, то есть там мы росли в определенных условиях, А здесь условия совершенно другие, и меняется ситуация. Да. И ситуация меняется таким образом, что у некоторых наших знакомых, которые приехали, им нужно было устраиваться. Это мы видели на нашем праздновании в 20-летие школы. Да мы много чего видели, да. Вот. И очень часто ситуация складывалась таким образом. Родители поголовно учатся с утра до ночи, зубрят язык. Работают. Штодируют, работают. И дети немножко бесхозные, да? Да. То есть им не уделяется такого внимания, как бы им уделялось, например... Дома. Останутся они дома. Были бы бабушки с дедушками. Были бы, может быть, родители поспокойнее. То есть дети фактически были предоставлены сами себе. И сейчас прошло уже 30 лет. Все дети повырастали в здоровенных лбов. Да. Которые между 30 и 40. И они не хотят не учиться, не хотят работать. Вообще ничего не хотят. Они хотят вести правдный образ жизни. И даже если они за этот правдный образ жизни получают какие-то маленькие денежки, то они сидят на шее у родителей, и их это, в принципе, устраивает. То есть им не нужны какие-то баслооснованные деньги. Они не хотят снимать себе жилье. Они хотят жить с мамой и с папой. Чтобы маму и папу их обслуживали. Представьте себе великовозрастному детину между 30 и 40. Давай так. Значит, это говорит о том, что они не получили вот того, что женщина, там, в вопросе с вами называют еврейским образованием. То есть они как бы оказались... Они были предоставлены сами себе. На них немножко родители забросили, потому что реально действительно тяжело было. Ну, смотри, что получилось. Они стали американцами. Вот так же, как мы, Света, оторвавшись от, так сказать, первоисточника еврейского, оказались советскими людьми, ну, с каким-то еврейским оттенком. Вот так же они оказались американцами с каким-то тоже оттенком. Они с детства выросли в этой системе, да? И они получили вот такой пофигизм. Потому что, например, я когда вижу, что стоят молодые ребята, красивые, стоят с их веи на кассе. Ну, много ума не надо, чтобы стоять с их веи на кассе. И когда у них вся энергия уходит в то, чтобы выбивать чеки, вот людям пробивать, я думаю, елки-палки, а чего вы не работаете где-то более нормальной работе? Есть такие возможности в этой стране. Да им не надо. А у него вид такой, знаешь, вот его, допустим, с кассы убрать, он как кьюй-менеджер выглядит. Абсолютно, да. И ты сам при отличном английском. Умнющие глаза, шнобель такой хороший. Казалось бы, вот тебе... Вот, а просто им как бы, им не нужно этого, да? То есть, такая вот расслабленная обстановка, когда, в принципе, все, что тебе надо, у тебя есть. Ну, может, там у тебя нету 10 машин, но тебе 10 не надо. При этом, Света, мы все равно видим здесь очень много детей, именно из еврейских семей, которые приехали по еврейской эмиграции, которые рванули и в Стэнфорд, и в Бёркли, и стартапы делают, и там бизнесы свои, и так далее. Этих же тоже очень много. Много. Ну, я вот просто смотрю на нашу, может быть, семью. У нашего ребенка всегда перед глазами был наш пример, который показывал, что мы вкалываем, и мы учимся. То есть, все, что я думаю, что наша дочка могла восстановить свои памяти до того момента, когда она выросла, она видела, что мы учимся. И непрерывно, непрерывно, непрерывно. И, наверное, где-то у нее тоже щелкнуло, что если ты не будешь учиться, то, собственно, ничего не будет. Была очень смешная история, когда, знаете, какие-то иные работы, она такая неравномерная, там иногда много работы, но просто сидишь на работе и ждешь, пока состряпывает новый путь. Ну, сидишь, просто ничего не делаешь. Ну, и поскольку я была на контракте, я получала за каждый час, независимо от того, есть работа или нет работы. Есть работа. За присутствие. За присутствие. А дочка наша была в 10-м классе, и она подрабатывала в каком-то офисе. Такая тоже работа небележачего. Она должна была в воскресенье. Это офис был по торговле недвижимостью? Она должна была в воскресенье сидеть там на телефоне, если кто-то звонит. Тогда же не было мобильных телефонов, ничего этого не было. Она должна была, может быть, по пейджеру, в общем, с кем-то связаться по какому-то контрольному телефону и передать звонок. В общем, работа небележачая. Там было, может быть, два звонка за день. Мы ей платили 5 долларов в час. Нет, ведь ей платили, по-моему, долларов 8. Нет, нет, ей платили очень мало. Платили очень мало, 5 долларов ей платили. А я приходила с работы и жаловалась, что сижу целый день на работе и жду этого билда, и делать нечего, и, в общем, тоска зеленая. И вот у нее, значит, начали мозги шевелиться, она говорит, мама, а как так получается? Вот ты ничего не делаешь на работе, и я ничего не делаю на работе, но тебе платят 50 долларов в час, а мне платят 5. Нет, она на самом деле сказала, как несправедливо устроен мир, сказала, мы с тобой делаем одно и то же, то есть ничего, но тебе платят за это 50 долларов, а мне только 8. Да, то есть как это уже начал соображать, вот если я сегодня ввод на эту тему, да? Ну и что? Вот, начал соображать. Ну и очевидно, вот это, да, я и говорю, ну так для того, чтобы мне платили 50, сколько мне пришлось выучиться, сколько мне пришлось выучиться, работать и так далее. И ты работаешь, тоже будешь получать. Вот, очевидно, где-то вот такие вещи, они кликают задним числом-то в голове. Я думаю, что это среда, если ты в какой-то среде находишься, то эта среда тебя формирует. Безусловно. То есть просто, например, родители, которые хотят, чтобы их дети учились, если они, например, сами не учатся, а сами там, ну что-то как-то вот левой ногой там где-то как-то, и говорят, ты давай учись, будешь ученым, будешь профессором, но сами при этом никуда не двигаются, то слова ничего не значат. То есть, в общем, на самом деле важна атмосфера. Это, знаете как, это вот, например, человек делает что-то, да, и у него, как я сейчас рассказываю про этот бадминтон, да, повышенная энергетика, и он как-то мотивирует, и со своим вот этим заводит, заводит, заводит. То есть, когда человек сам тащится от того, чем он занимается, он этим заводит всех в своей семье. А просто нравоучений, говорит, у меня сын такой обормот, такой оболтов, ничего не делает. Вот я ему говорю, учись, 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 я тут дворником будешь. И ничего не получается. А мать уборщица. Я слышал несколько раз, поскольку у нас в нескольких видео присутствует там еврейская тема, люди вопросы задают. И я слышал такой комментарий, люди пишут, что вот отличительная черта еврейской семьи состоит в том, что детей все время хвалят. И я подумал, что это неправда. Это неправда, особенно в наше время. Никогда нас не хвалили, более того, я помню прекрасно, когда, например, приходили посторонние люди, которые начинали меня хвалить в присутствии родителей, родители их останавливали и говорили, что не надо этого делать. Да, то есть наоборот была система... Нас не ругали особо, это правда. Ну, тем не менее, тем не менее, традиция состоит в том, что о детях очень заботятся. О детях заботятся. То есть как бы детей нельзя пустить на самотек. О детях заботятся. Надо заботиться. Они должны быть накормлены, они должны быть там сопли под носом не текут, хорошо в школе должен учиться. Ну, то есть какие-то были такие... Ну, например, если там отметки какие-то были, у нас не было плохих отметок. Не было. То есть у меня был стимул, например, приносить хорошие отметки. Более того, я даже с гордостью, когда, знаешь, какой-то день, бывает сразу три пятерки получше. Да, да. Приносишь, а родителям пофигу, они даже как-то не очень... Мои тоже не реагируют. Вот, не очень-то и радуются, да. А не знаешь, мои как-то естественным образом все воспринимали. Вот брат хотел заниматься математикой, он поступил на Мехмат, и родители были рады. Но если бы он поступил не на Мехмат, а куда-нибудь еще, они были бы точно так же рады. Ну, у них не было пиететы перед Мехматом. У них вообще не было пиетета перед каким-то элитным образованием, перед какой-то элитной мебелью, элитным питанием. Кстати, да. То есть им было настолько пофигу. Ты знаешь, что вот это тоже интересное. Да, понтов не было совсем, причем уже даже здесь в Америке. И мои родители придерживались принципа, чтобы им было удобно. Комфортно, да. Чтобы им было удобно. И вот они даже уже здесь же, они уже старенькие были совсем, как-то так они себя обустроили, что у них было в комнате, это фактически по советским меркам обыкновенная двухкомнатная хрущевка, у них стояло пять столов. И вот казалось бы, где там разместиться пяти столам? Да. Ну вот за этим столом они кушали, за этим столом папа было рабочее место, за этим столом там что-то еще было, но их было пять. Да. И когда все мои попытки хоть какой-то стол куда-нибудь деть, они натыкались вот на категорические возражения, что там такое другое. Так они и в Киеве так жили. Ну, ни в пять не было. Да, да, зато у них все предметы мебели, которые у них стояли в их двух комнатах, в коммуналке, все предметы мебели жили отдельной жизнью. Они никогда не купили двух там. Потому что им было не нужно, им было пофигу. Им нужно было, чтобы было удобно, чтобы было комфортно. И я тебе скажу, ты знаешь что, вот прошел у нас этап в жизни, когда мы построили дворец. Да. Мини дворец. Да. Прошел, мы это дело проехали, и сейчас мы построили нечто очень простое. И вот это нечто очень простое, я каждый день прихожу и радуюсь, и думаю, господи, как мне удобно, как мне хорошо. То есть мы как бы от родителей вот это неинтерес к понтам у наследовали. Да, вот, ты понимаешь, все-таки да, когда дворец, там очень много вещей, которые ты просто обязан в силу того, что это дворец. Не потому что тебе нужно это по жизни, а ты обязан это делать. А здесь вот ты делаешь себе, и ты чувствуешь какой кайф. Кстати, хочу сказать, вот мы там показывали, как изоляцию напыляли, да? Да. Так вот я хочу сказать, чтобы домик стало значительно-значительно прохладнее. А, прохладнее? Да. А, в смысле, со стороны? Да, вот, сегодня был в общем довольно теплый день, и я даже не включала кондиционер в обычном состоянии, в твоей комнате там бы стенка была бы горячая. Давай к теме еврейского воспитания вернемся. Я вот так вопрос поставлю. Значит, меня тоже как-то спрашивают там про еврейское воспитание, вообще вот еврейская семья и так далее. Я говорю, ну, послушай, я говорю, ну вот, живет семья, да, значит, они в этой семье, значит, ценится, чтобы дети учились, так, чтобы никто не пьет, не тащит из семьи там и так далее. И мне человек говорит, Миша, говорит он, так и русских семей полно, где родители говорят, чтобы дети учились, где они не пьянствуют и не тащат из семьи и так далее. То есть, если есть, вот смотрите, если есть пример родителей перед глазами, например, где родители такие все из себя ученые, и родители все время занимаются, там они тем занимаются, и они детей с детства мотивируют, и дети видят, что вот надо идти таким путем. Так и они точно так же живут, назови это еврейским воспитанием, или просто нормально. Ну, то есть, на самом деле, на самом деле, это социальное, это не еврейское, в смысле генетически или культурно, а это просто социальная группа. Конечно. И в этой социальной группе, уже не важно, ты еврей, татарин, там русский или там грузин, значит, у тебя дети учатся, они не воруют, они не дерутся. Я тебе сейчас скажу, что... Ну что, работают хорошо, соображают. Интересная вещь, вот сейчас, вот мы были у дождь недавно, парни назад, она нам рассказала одну вещь, что у нас Саша, она учится в частной школе, там учатся дети, ну, какие-то уже очень богатых людей. Бывают такие, да. И вот, значит, ее родители, одну из подружек, пригласили на празднование Дня Независимости какой-то закрытый клуб. Ну, клуб очень дорогой, то есть, туда просто так не вступишь без... Да, мало того, что дорогой, ты еще просто так не вступишь, да. Ты не вступишь, даже если ты готов заплатить 150 тысяч долларов, но ты не вступишь без того, чтобы тебя кто-то не порекомендовал туда вступить. Вот, и они вот таким образом попали совершенно, вот как бы, с нашей колокольни попали... В какую-то среду. В какую-то среду. И именно говорят, вот я смотрю, что это люди другие, это просто другие люди, у них, но они как-то по-другому, они по-другому разговаривают. Причем, непонятно, что другое, но ты понимаешь, что ты к этой касте не принадлежишь, причем не то, что они растопырят. К чему ты клонишь? Я говорю, что люди социально делятся на разные группы. Да, то есть, это не было этническим, это было социальным, да. Это было социальным, да. Конечно. Социально, в той среде, в которой ты находишься, эта среда тебя формирует. С другой стороны, опять же, возвращаясь к нашему примеру, с нашими эмигрантами, которые дети до сих пор живут с мамой и с папой. Они тоже социально находятся в какой-то своей среде. И эта среда их воспитывает, безусловно. Знаешь, что я хочу сказать еще, может быть, вот такой момент? Дело в том, что вот это еврейское, как бы сказать, ну что ли, стремление к благоустроенности, понимаешь? То есть, это народ, который там 2000 лет, значит, гоняют с места на место, и благоустроенность дорогого стоит. Высоко ценится, как бы сказать, престижно. А что называть благоустроенностью? Ну, относительно вот, относительно того, где ты живешь. Нет, что называть? Это дом, это мебель, это мебель или что-то? В какой-то момент это не умирать с голоду, в другой момент это иметь хорошую работу, в третий момент это быть вхожим в какие-то круги, ну, по-всякому. Но к чему я говорю, что вот это вот еврейское стремление к благоустроенности, особенно детей, да, дети должны там, да, ради них там и так далее. У Ромена Ролана, кстати, есть на этот счет, тоже он интересно пишет, что это мешает еврейскому ребенку развиваться, потому что он растет, и он уже обязан быть успешным, понимаешь? Он не имеет права на авантюру, он не, ну, Света, Света сдерживает. Он не имеет права на риск, он как-то, вот, вот, ему говорят, вот, а вот это вот мулька, что ты должен быть или доктором, или адвокатом, понимаешь? Ну, это так говорят, но... Ну, как, это давление, Света? Ну, это не давление. Вот, смотри, наша дочка, она адвокат, но то, как она стала адвокатом, мы ни слова ей не говорили. Нет, мы были ни при чем, да. Мы были вообще ни при чем, она просто сама под мозгами проскинула, вот, чем бы я хотела заниматься, она поняла, что это ей интересно. И прошло уже столько лет, и она говорит, боже, как мне нравится то, что я делаю. И вот, опять, это идет вот та волна, это идет вот та вибрация, которая передается ее детям. Да, да. То есть, вот именно это, вот эта вибрация... Когда люди на работу с удовольствием ходят. Тащатся от того, что они делают, то есть, это неважно, кто ты, действительно, кто ты по национальности, это совершенно другие вибрации. Если вам удается эти вибрации в своей жизни нащупать и ловить кайф от того, чем вы занимаетесь, неважно, чем вы занимаетесь, то дети это улавливают. Да. Ну что же, то есть, фактически, Света, мы с тобой говорили-говорили про особенности еврейского семейного воспитания. И даже никакого там нет. А пришли к тому, что, собственно, как у всех. Как у всех. Но дело в том, что, например, если, допустим, дети воспитываются в Израиле, конечно, там общество накладывает... Это другой мир, конечно. Это совершенно другой мир, он накладывает свой отпечаток. А здесь уже у нас в Америке уже все американцы. Вот, хоть Саша у нас и говорит, что она белорусская девочка. Она американская. Она американская, конечно. И ценности она впитывает американские. Вот интересно, они сейчас поедут в Белоруссию, и как на нее это повлияет, как она будет там себя чувствовать? Но, если мы говорим про Америку, тут есть люди, которые как бы погрузились вот именно в религиозное, да? Они ходят в синагогу, они там соблюдают кашрут, там они для детей делают там бармицву, батмицву и там как-то... И все в разной степени, обратите внимание, там тоже есть градации. В разной степени, ну да-да, есть совсем поехавшие, есть такие слегка. Ну вот, допустим, когда он приходит куда-то, он говорит, мы туда не пойдем, у них там чего-то хлеб там не тот, понимаешь? Или там еще чего-то. Или свининку, да. Да, ну я про свининку я уже не говорю, но дело не в этом. Есть люди адаптированные, а есть такие, что они как-то замкнулись там куда-то, и вот там эту свининку... Я не знаю. Ну, это их дело. Но это уже особый случай, это уже люди религиозные. Ну и тоже у них своя система ценностей, они тоже от чего-то тащатся, и дети тоже это улавливают. И дети становятся тоже такими же, поэтому... А знаешь что, Феда, я тебе скажу, когда я на них гляжу, вот на этих, да? Когда я на этих гляжу, их дети такими не становятся. Их дети через одного, Феда, вступают в браки с неевреями. Их с детства, понимаешь, их водят в религиозную школу, их водят туда, их водят сюда, а в итоге, бам! Нет, ну там получается, действительно у нас есть друзья, у которых... У нас много таких, Феда, друзей. Но там получается такая история, что несмотря на то, что дети носят в себе вот эту вот искринку религиозности, то есть они, да, они встречаются с теми, там, с китайцами, с корейцами, с людьми вообще из других стран, других национальностей, но эти люди готовы конвертироваться в иудаизм при этом. То есть, понимаешь, это не то, что, например, чисто национальный вопрос, что евреи или неевреи, это вопрос религиозный, и вот эти партнеры готовы потратить время, что это довольно долго, вот это вот принять, это самое... Ну, Света, в конце концов, я тебе скажу, логика такая, есть еврейский мальчик, у него сумасшедшие родители, так? И не столько ради мальчика, сколько ради родителей его. Девочка, которая любит мальчика и хочет с ним создать семью, и Наталья говорит, ну, пожалуйста, посмотри на Иванку Трамп, Свет. Да? Ну, и вот Иванка Трамп, ну, вот тебе, ну, вот таких Иванок сколько хочешь, понимаешь? Которые говорят, ну, что такое, ему это важно, так что я не это самое, ну, конечно. Я уже не говорю о том, Свет, что если мы... Hello! Что если мы посмотрим, там, скажем, на сто лет назад, да, когда женились люди разных конфессий, вероисповеданий, так далее, совершенно естественным образом жена переходила в вероисповедание мужа. Да, поэтому, опять же, это не имеет значения никакие корни, а имеет значение вероисповедание. И действительно, в Америке все-таки национальность определяется не по тому, не по кругу, как у нас, пятым пунктом, да, а именно вот в какой религиозной группе ты относишься. Нет, национальность определяется страной, из которой ты. Нет, ну, подожди, ну, вот если они возьмут и удоизненно, да? Это вероисповедание. Вероисповедание, да, оно именно этим определяется. Да. Слово «национальность» США – это страна, из которой ты приехал. Да. То есть ты можешь быть любого вероисповедания, если ты гражданин США, то ты американец в твоей национальности. наш с тобой на шинал эти света ю.с. во всех анкетах мы пишем так что друзья разбиты очередные мифы о еврейском воспитании я вам больше скажу друзья бонт бигабонт вот уж действительно суши приехал сюда он по еврейским традициям он закончил университетом почему неплохое образование в лос-анджелес университет закончен и ходят сюда все вчера и зайчик да полно таких евреев таких поэтому вы говорите как всегда бывают разные ситуации его его на самом деле жалко в том смысле что он он с одной стороны как бы у него такие потуги что я вот сейчас вам там всем а он такой жалкий и такой ничтожный и такой несчастный света это же просто трагедия родителей вот такое вот выросла понимаешь да он пусть хочет что угодно но на самом деле мы же видим мы же видим мы же видим о кого речь идет о чем речь идет ну жить в этой стране и не решает эта страна это за чековые по-русски не ценить он же все-таки на делал по вы в москве какое-то время в америку видно не так значит ему там приятно но не жить живу там это же поэтому бог с ним с этим самым придурков много но не об этом сейчас речь идет сложно все это но как-то мир такой все перемешалось и я даже не знаю у меня такое ощущение что еще несколько поколений пройдет и но если в америке еще как-то еврейство как-то как-то поддерживается я не знаю как то какая-то часть людей там есть то есть нельзя сказать что там через три поколения там из шести миллионов останется там полмиллиона я не знаю хотя можно может быть они бы конвертируются люди да но скажем в россии где ассимиляции 90 процентов то есть тех кто не хотел ассимилировать уехали а те кто остались то есть фактически будет как в польше знаешь там антисемитизм есть и евреев нет вот это то к чему идет россия ну что светочка помаши ручки ты тут на свету счастлива пока-пока